Глава пятьдесят вторая. Что в имени тебе моём? Дело было давно. Сижу я как-то дома. Я тогда со своей красавицей женой Инночкой и сыном жил у мамы на Ржевке. Вдруг вот звонит мне удивительная девушка Лика и озадачивает вопросы. Шурочка, а не найдётся ли у тебя случайно чего-нибудь поесть? Найдём, говорю, мне не жалко. Хорошо, тогда мы к тебе заедем через полчаса. Да, прекрасно. Только кто мы и сколько вас будет? Лика вообще умница. Я её очень люблю, всегда накормлю и приучу. Но это мы немного заинтриговало. И не зря. Нас четверо. Я, водитель, Илья Чёрт и Костя Кинчев. С Чёртом и с пилота я знаком был довольно хорошо, а вот с Костей ни разу не виделся. Жена моя готовить отказалась. Ей срочно понадобилось вымыть голову. Но я справился и сам, сварганив яичницу с сосисками, которую, впрочем, никто кроме меня есть не стал. У Кости был вроде пост. Чёрт в то время не ел мясо или позориться перед Костей не хотел. А Лика следила за фигурой. Я понял, что никто из них есть не хотел. Заехали они просто познакомиться. Ну и молодцы. Мы поболтали часок-другой о всяческих астралах и эзотерических константах. Собеседники оказались толковые и почти не ездили мне по ушам. Но книги Олдоса Хаксли у меня на полке тоже не для красоты стояли. Все труды Карлоса нашего Кастанеды тоже прочитаны не по разу. Да с творчеством Станислава Грофа я знаком был не только в печатном виде. Короче, мило побеседовали и разошлись. Костя двинул на саундчек. У него на следующий день был концерт. Лика, наверное, с ним. Ведь это она Алисе концерт делала. Чёрт отправился по своим чертящим делам. А я поехал на репетицию. И после репетиции я совершенно случайно слегка нажрался. Ну, то есть сильно. А я тогда практически не пил. А уж появиться в таком виде дома перед мамой было просто невозможно. Дело в том, что с мамой у меня были тёплые дружеские отношения. И расстраивать её своим видом мне было... Нет, сказать стыдно это ничего не сказать. Но, тем не менее, это произошло. Повторюсь по совершенно независящим от меня причинам. Я надеялся незаметно проскользнуть себе в комнату. Но в коридоре наткнулся на маму. И под её укоризненным взглядом я, сгорая от стыда, стал что-то лепетать в своё оправдание. Мол, мам, так и так, я ненарочно. К Костя Кинчев в гости приезжал. Не знаю, зачем я так. Но неожиданно это сработало. Мама меня простила и отправила спать. Ну, раз Костя Кинчев, то понятно. Кто б тут не напился. Дальше ещё смешнее. Через пару месяцев встречаю я человека, близкого к группе Алиса. И он начинает на меня наезжать. Типа, Балу, ты офигел? Да ты что делаешь? Да как так можно? Да Костя специально приехал из Москвы на день раньше и прочий набор букв. Я с ним во всём согласился, но потребовал объяснений. В чём, собственно, дело. Оказалось, что Костя за те несколько часов, что прошли, между тем, как он заехал ко мне в гости, где прочитал замечательную лекцию о вреде алкоголя и наркотиков и о пользе здорового питания, и тем, как он появился в юбилейном, успел нажраться. Причём так, что о саундчеке не могло быть и речи. И на вполне логичный вопрос музыкантов, а чё за байдай, на хрена мы тут собирались? Костя объяснился примерно так. Да ребят, я не нарочно. Просто понимаете, я к Балу в гости заехал познакомиться, и вот. И самое обидное, что все сказали, а, ну к Балу заехал, тогда понятно. Кто бы тут не напился.